У МТС появился очень странный тариф, Супер МТС. Он немного отличается в зависимости от региона, я буду говорить о том, который действует в Москве. Странность тарифа в том, что там целый час в сутки можно бесплатно говорить с мобильными номерами МТС Москвы и Подмосковья, а также городскими московскими номерами. Причем никакой абонентской платы и пополнения счета. Обалдеть можно. Стоимость одной минуты при звонке на другие операторы 2,5 рубля, что в общем-то тоже приемлемо. СМСка стоит 2 рубля. Если пополнять счет больше чем на 300 рублей в месяц, то целый час в день можно будет бесплатно трепаться еще и с номерами МТС других регионов. В принципе вы можете класть эти 300 рублей, а потом просто оплачивать ими какие-нибудь другие услуги, ну например городской телефон МГТС. Комиссия будет 10 рублей. Так что и за коммуналку заплатите, и бесплатные звонки на региональный МТС получите, и еще бонусов начислят. Стоит отметить, что сам тариф занимает меньше странички, а звездочки с мелким шрифтом к нему полторы. Я честно потратил час на изучение мелкого шрифта, но наебалого там не нашел. Поскольку у всех моих родственников и большинства коллег МТС, а часа в сутки мне вполне хватит на все звонки, давайте попробуем и перейдем на этот тариф. Буду говорить бесплатно, что может быть лучше. Перешли. И вот тут-то потихоньку становится ясно, где же именно нас будут наебывать. Первая услуга гудок. Мало того что она стоит дорого, так еще и подключается не сразу, через три дня. И потом еще 21 день она бесплатная. Обратите внимание, не месяц, а три недели. И подключается через три дня. Это что вы наверняка про нее забыли, а МТС спокойненько списывал с вас денежки за бесплатный тариф. Так что не забудьте ее отключить, либо через специальный номер, либо через личный кабинет. Второе наебалого интернет, который бесплатен месяц, а потом резко начинает стоить вот столько в сутки. Посчитайте сколько получится в месяц. И все было бы ничего, но к сожалению эту услугу сложно назвать доступом в интернет. Я последний раз пользовался интернетом от МТС больше трех лет назад. Тогда к двум часам дня скорость становилась никакой, даже Аська не отправляла сообщения. А к пяти переставала работать даже Аська. В пятницу все то же самое начиналось уже с трех часов дня. Дело в том, что в сотовых сетях голосовой трафик имеет приоритет, и когда вышка перегружена, а рядом с бизнес-центрами она перегружена, всякие там интернеты и прочие излишества отключаются, лишь бы только голосовые звонки проходили. Так вот, за три года ничего не изменилось. К обеду как не было интернета, так и нет. Так что пару недель можете попробовать, но потом не забудьте отключить и интернет, и гудок. Еще раз перепроверьте, и убедитесь что они действительно отключились. А то будете потом на каждом углу орать что МТС деньги ворует. Ничего он не ворует, просто грамотно разводит, играя на вашей лени вчитываться в условия предоставления услуг и банальной забывчивости.